Лекарство от страсти Лекарство от этого губительного недуга Осознать сначала этот противоречащий единобожию недуг, который постиг его И затем совершать поклонение, внешнее и внутреннее Что поможет ему отвлечься от постоянных мыслей об объекте своей страсти И он должен как можно чаще просить у Аллаха защиты И взывать к нему с истовыми мольбами Прося избавить его от этой страсти и заставить его сердце вновь обратиться к нему Нет для него лекарства полезнее искренности перед Аллахом Это лекарство Всевышний Аллах упомянул в своей книге, сказав Так мы отвратили от него зло и мерзость Поистине, он был из числа наших избранных или искренних рабов Сура Юсуф, аят 24 Всевышний Аллах сообщил, что он отвел от него зло, то есть запретную страсть И уберег его от мерзких деяний за его искренность Поистине, когда сердце искренне и трудится ради Аллаха В нем не может утвердиться запретная страсть Она утверждается лишь в пустом сердце Недаром сказано «Пришла ко мне страсть, а прежде я страсти не знал, сердце пустое нашла, да там и осталось» Разумный должен знать, что разум и шариат настаивают на приобретении и совершении того, что приносит пользу И отдаление от того, что наносит вред И если разумный сталкивается с чем-то таким, в чем есть и польза и вред, то на него возлагаются две обязанности Одна из которых связана с сознанием, а вторая с действием Обязанность, связанная с сознанием, предполагает, что человек должен постараться выяснить, что же преобладает, польза или вред Выяснив это, человек должен выбрать наилучшее Известно, что в запретной страсти нет пользы ни для религии, ни для мирской жизни влюбленного И даже если допустить наличие в ней какой-либо пользы, то вред, причиняемый ею, все равно во много раз больше этой пользы Разъясним это Во-первых, занятость сердца любовью к творению и поминанием его Предполагает, что это сердце не любит Аллаха и не поминает его Потому что эти две любви и два поминания не могут ужиться в одном сердце Одно непременно побеждает и воцаряется в сердце Во-вторых, запретная страсть причиняет мучение сердцу Ибо поистине тот, кто любит кого-то помимо Аллаха, непременно страдает из-за объекта своей любви Как говорится, он болен страстью, как же тяжко его бремя, хоть страсть сладка, когда его пленяет Ты видишь его плачущим все время, то он боится расставания, то скучает Он плачет, когда далеко, потому что скучает И плачет, боясь, что грядет расставание при встрече Ему расставание слезами глаза наполняет, он встречи желает, но также он плачет при встрече И страсть, даже если плененный ею считает ее наслаждением, на самом деле величайшая мука для сердца В-третьих, сердце его в плену у объекта его страсти, и это унижение Но опьяненный своей страстью, человек совсем не чувствует, какая беда приключилась с ним Сердце его, как сказал поэт, похоже на птицу, которую губит ребенок, смеясь и играя, терзает в руках он ее В-четвертых, страсть отвлекает его от полезного для его религии и мирской жизни Ибо нет ничего более вредоносного для религии и мирской жизни человека, нежели запретная страсть Если говорить о пользе для религии, то ее человек может получить, только если его сердце сосредоточено и устремлено к Аллаху А запретная страсть – величайшая причина несосредоточенности, растерянности сердца Если же говорить о полезном для человека в его мирской жизни То оно в действительности зависит от того, что приносит пользу его религии Соответственно, кто упускает то, что приносит пользу его религии Несет еще больше потери в том, что касается его мирских интересов В-пятых, беды, связанные с миром этим и миром вечным Постигают плененных страстью быстрее, чем пламя, охватывающее сухие драва Причина в том, что чем ближе сердце к запретной страсти и чем крепче его связь с ней, тем дальше оно от Аллаха И наиболее далеки от Аллаха сердца, плененные страстью А когда сердце отдаляется от Аллаха, беды обрушиваются на него со всех сторон и шайтан атакует его отовсюду Завладев им, он причиняет ему столько вреда, сколько сможет причинить Что можно сказать о сердце, которым завладел враг его, который более всех стремится увести его от прямого пути и испортить его И отдалился от него покровитель его А ведь только близость к нему и покровительство его способно принести ему счастье, преуспеяние и радость В-шестых, когда запретная страсть утверждается в сердце и закрепляется в нем, устанавливая над ним свою власть Она начинает портить и рассудок его, становясь причиной наущений В результате человек может уподобиться умалишенным, неспособным пользоваться своим разумом из-за своего помешательства Историй плененных страстью нам известно множество, а некоторые из них нам случается видеть воочию Самое достойное в человеке – его разум, отличающий его от животных, и без него он уподобляется животным Более того, положение животного порой даже лучше положения человека, лишившегося разума А разве не страсть лишила разума Маджнуна, возлюбленного Лейли, и ему подобных? Они сказали, мол, любовь тебя свела с ума Я возразил, любовь страшней того, что с сумасшедшими Влюбленный не очнется никогда, а приступы безумия проходят В-седьмых, страсть искажает восприятие человека и может стать причиной телесных недугов Если говорить о восприятии, то его искажение становится следствием испорченности сердца Когда портится сердце, то вслед за ним перестают выполнять свои функции глаза, уши и язык И отвратительное в самом себе и в объекте его любви начинает казаться человеку прекрасным Как сказано в хадисе, твоя любовь к чему-то делает тебя слепым и глухим Передали Ахмад Абу Дауд Страсть ослепляет взор сердца, так что человек не видит пороков и изъянов объекта своей любви И уши его не слышат все то плохое, что говорят об объекте его страсти Желание скрывает от человека недостатки предмета его мечтаний И он не видит этих изъянов до тех пор, пока не уйдет его желание Только тогда он вдруг замечает его недостатки Сильное желание, завеса на глазах влюбленного, мешающее ему видеть объект любви таким, какой он есть на самом деле Я к тебе привязался, потому что взор мой закрыла завеса, а когда она спала, боль затопила мне душу Поистине, находясь внутри чего-то, человек не замечает недостатков того, в чем находится А выходя наружу, видит их И находящийся снаружи также не замечает этих недостатков И лишь тот, кто был внутри, а потом оказался за пределами этого, видит все эти недостатки и пороки Поэтому сподвижники, которые когда-то были неверующими, а потом приняли ислам, были лучше тех, кто родился уже в исламе Омар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал Поистине узлы ислама будут развязываться один за другим, когда родятся в исламе те, кто не знал времен невежества Если же говорить о теле, то влияние на него страсти очевидно Она истощает тело, а иногда и вовсе убивает О чем свидетельствуют истории погубленных страстью В-восьмых, страсть представляет собой чрезмерную любовь, в результате которой объект любви получает власть над сердцем влюбленного Так что образ его все время стоит у влюбленного перед глазами, и он постоянно вспоминает и думает о нем Занятая таким образом душа перестает использовать свою телесную и духовную силу, и она остается невостребованной В результате чего тело и дух постигают трудноизлечимые, а то и вовсе неизлечимые недуги Изменяются действия человека, его свойства и стремления Все нарушается и приходит в расстройство, и человеку уже не под силу исправить это Любовь сперва напоминает озерцо, оно судьбой нам преподнесено Но когда в воды страсти кто-то погружается, приходит то, с чем очень трудно справиться Начинается страсть легко и сладко Но середина ее — тревоги, занятость сердца и болезнь, а конец — погибель Если только Всевышний Аллах не окружит его своей заботой Как было сказано, ты от страсти беги, хоть как песня начала ее Середина — болезнь, а конец — и вовсе погибель Это его грех, и он совершает преступление против себя же